Добрый вечер! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. В Рязани впервые вручат премию «Зеркало сцены». Рязанских театральных деятелей ждет «Красная дорожка», а зрителей возможность вновь встретиться с любимыми актерами. Подробнее говорим с гостем студии Константином Кирилловым. Конечно же, все будет готово 31 числа, в день торжественной проведения церемонии вручения премии «Зеркало сцены». Сейчас идет активная очень работа режиссерской сценарной и технической группы, потому что все это мероприятие очень технически сложное, очень много света, очень много видео, большое количество на сцене персоналей, Рязанский губернаторский симфонический оркестр, театр танца «Огни», замечательные знаковые ведущие. Вот наша задача сейчас все это оперативно собрать, и поскольку у нас практически нет времени на прогоны и на репетиции, то есть это будет такой прямо выход, прямой эфир с листа. Ждешь одних зрителей, обычно как бывает, да? Думаешь, отклик от одних получше, получается совсем по-иному. Сейчас о чем думаете, переживаете? Ну, наша задача в первую очередь, о которой мы уже много говорили, все представители дирекции премии «Зеркало сцены», руководители Рязанских театров, задача этой первой профессиональной театральной премии Рязанской области «Зеркало сцены» в первую очередь сделать профессиональный праздник, профессиональный праздник для театрального сообщества, для артистов. Именно отсюда появилась идея «Красной дорожки», и действительно все мероприятие, вся торжественная церемония начнется с того, что все артисты, режиссеры, художники, композиторы Рязанских театров пройдут по красной дорожке от фонтана на площади перед театром драмы, войдут в театр, пресса, зрители, гости праздника смогут их поприветствовать на улице, и дальше уже все переходит в драматический театр, в фойе драматического театра, где все артисты находятся вместе со зрителями, с любителями театрального искусства. У них будет возможность сфотографироваться, пообщаться, получить автограф, будет играть живая музыка в фойе. Мне кажется, для кукольников вообще очень важно выйти из-за ширмы, да, и пообщаться. Но тут есть второй момент. Вот я помню Ксюша Стриженова, замечательный диджей в моей молодости, да, вот все любили специфический голос, все понимали, что есть в ней изюминка, но когда она вышла, то есть эффект был несколько другой, сказка исчезла. У вас с этим как обстоит? У нас с этим все абсолютно нормально, потому что уже, конечно, такой стереотип, во всяком случае, у рязанского театрального зрителя давно исчез, растворился, ушел, о том, что артист театра кукол – это человек, который находится обязательно за ширмой. В нашем репертуаре много спектаклей, где артисты работают живым планом, поют, активно двигаются, танцуют. Есть спектакли классические, как мы говорим, ширмовые, где используются тростевые куклы, есть спектакли, где используются планшетные куклы и так далее. Поэтому у нас есть свой зритель, который любит нас и знает, как, собственно, и у любого театра. Вообще есть каста такого театрального зрителя в Рязани, который знает все театры, но это еще одна задача премии «Зеркало сцены». Нужно увеличить собственную публику в плане того, чтобы… У нас не страдают, слава богу, театры Рязани от пустых залов, и мы можем говорить, что Рязань является театральным городом, но, тем не менее, зритель должен больше знать и любить своих артистов, иметь возможность пообщаться с ними. И еще одна задача премии – это популяризация театрального искусства в нашем регионе. Еще более популяризация, потому что должно быть больше освещения, и мы благодарим вас, в том числе коллег из средств массовой информации. Рязанцы должны больше знать о том, что происходит в театрах на наших сценических площадках. 24 октября у нас в театре состоялся очередной праздник большой, а премьера нового спектакля для театра – это всегда праздник. И мы выпустили спектакль по поморским сказам Бориса Шергина «Волшебное кольцо». Это легендарный спектакль, который много лет шел на нашей сцене, но время идет, изменяется, труппа повзрослела, и порядка 10 лет спектакль не шел на нашей сцене. И, как вот сейчас очень модное слово «ремейк», мы сделали новый спектакль с новым составом молодых артистов, которые в этом году мы приняли в театр. Замечательные ребята. И вот 24 числа у нас состоялась премьера музыкального, очень яркого, очень такого по-хорошему русского спектакля. Артисты прекрасно поют, двигаются, поэтому мы приглашаем рязанцев на наш новый спектакль, на нашу новую премьеру «Волшебное кольцо». Я думаю, все, о чем вы сейчас сказали, станет возможным еще и потому, что недавно вы получили новую общественную должность, которая тоже будет способствовать популяризации, скажем так, внедрению в массы. Да, конечно. Ну, получил это, наверное, как-то не совсем может быть правильно. Я был избран на эту должность сообществом членов Союза театральных деятелей Рязанской области, и для меня это очень ответственно и важно, поскольку такое доверие коллег нужно оправдать. Много, конечно, стоит задач. Есть команда, слава богу, есть вновь избранное правление Рязанского отделения Союза театральных деятелей, и вот мы вместе, таким, можно сказать, такой группой в 9 человек, должны дальше помочь. Первая, одна из первых задач, которую мы себе ставим, необходимо привлечь как можно больше молодежи к работе Союза театральных деятелей. У молодежи должна быть возможность большей творческой самореализации, это самостоятельные работы, какие-то новые проекты. Для артиста самое главное, чтобы он выходил на сцену, чтобы он больше имел возможности контакта с публикой, больше участвовать в грантовых и серьезных проектах на российском и международном уровне, потому что сегодня Союз театральных деятелей – очень мощная организация, которая занимается очень серьезной, большой работой по развитию театрального искусства. Существует большое количество мастер-классов, лабораторий. Вот надо, чтобы наши рязанские молодые артисты имели больше возможности принимать участие в работе этих лабораторий. А что сейчас этому мешает? Ну, сейчас я не могу сказать, что что-то этому мешает, но, может быть, мы немножко, так сказать, законсервировались внутри региона. И вот наша задача сейчас – выходить за пределы региона. Мне кажется, что у нас есть возможность еще больше заботиться о наших ветеранах сцены, предоставить большую социальную поддержку, и этим тоже будет заниматься Рязанское отделение Союза театральных деятелей. Ну и, конечно же, существуют еще какие-то социальные вопросы по защите членов Союза театральных деятелей. Хочется, чтобы у нас появился свой дом, свое место, куда мог бы каждый прийти. На сегодняшний день огромное спасибо театру драмы. Театр драмы – три комнаты безвозмездно предоставляет Союз театральных деятелей. Но не всегда это удобно. Может быть, артистам других театров прийти в театр драмы. Нужен свой дом, нужна площадка для реализации. И еще, конечно же, мне кажется, очень важный вопрос. У нас прекрасные взаимоотношения наших властей, регионы и города к театральному искусству, к сотрудникам театров, Министерства культуры. Очень конструктивно идет работа. Могу сказать, что другие регионы нам завидуют, что у нас такое внимание наша власть уделяет театральному искусству. Но все равно существуют какие-то моменты, проблемы с жильем. Театры не могут пригласить молодых специалистов, потому что им негде жить. И вот эту работу совместно с правительством Рязанской области, с Министерством культуры, мне кажется, Союз театральных деятелей может продолжить. А с чего вы начнете? Или уже начали? Ну, наша первая задача на сегодняшний день – это 31 октября, премия «Зеркало сцены». Давайте еще раз пригласим, пользуясь случаем. Да, конечно. Я хочу пригласить всех рязанцев, любителей театрального искусства, 31 октября в 19 часов на театральную площадь в Рязанский театр драмы на первую премию «Зеркало сцены». Спасибо вам за эту встречу. Я надолго не прощаюсь. С 31 числа уже увидимся вы в качестве организатора, а мы в качестве журналистов. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова